Ведущие специалисты Казанского Федерального Университета прочитали лекции на «Игры будущего». Стартовал онлайн-марафон, посвященный приёмной кампании Казанского Федерального Университета. Откуда и куда летят птицы весной? Всем привет! В эфире «Универ новости», а в студии Лилия Мухамединова. В шоу-роме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского Федерального Университета состоялся «Медиамост» с участием студентов Казанского Университета и Луганского государственного университета имени Владимира Даля. Ключевой темой обсуждения стала студенческая жизнь и медийная активность вузов. В Казанском Федеральном Университете состоялось торжественное вручение дипломов докторов и кандидатов наук. Дипломы о присуждении учёных степеней получили 16 человек. Первый проректор, проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский, поделился с присутствующими своими мыслями. По его словам, каждый сотрудник вуза испытывает гордость от того, что сегодня у нас появились новые остепенённые творцы российской науки. Особенно приятно, что это происходит в год научно-технологического развития в Республике Татарстан. На одной из тематических зон «Игр будущего» спикеры Казанского Федерального Университета уже второй день рассказывают о последних изобретениях, исследованиях и разработках в сферах психологии, IT и нутрициологии. Сейчас раскроем и покажем, о чём успели рассказать директора ведущих инновационных институтов КФУ. 27 февраля на малой сцене главной площадки «Игр будущего» состоялись две лекции представителей Казанского Федерального Университета. Первым спикером стал директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ Михаил Абрамский. Сначала он рассказал о перенимании в IT-сфере терминов «язык», «правила», «алфавит» и функций из других областей. А позже, наоборот, о том, как использовать в профессиональной и личной деятельности то, что IT-сфера успела придумать для собственного развития. Из IT можно заимствовать то, что, во-первых, IT-сфера сама придумала для своей работы, и это может быть применимо в реальной жизни, в своей профессиональной деятельности, которая не связана с разработкой программного обеспечения, но при этом связана с созданием документов, каких-то проектов и так далее. Во-вторых, очень много есть инструментов для организации собственного времени, собственной работы, всё это можно заимствовать. Ну и в целом, IT-сферу желательно изучать, потому что сейчас говорят, что человек цифровой – это такой образ будущего человека, поэтому лучше заимствовать всё. Особое внимание было уделено и цифровой гигиене. Михаил Абрамский разобрал виды атак злоумышленников и способы борьбы с ними, а также поделился полезными привычками по информационной безопасности. Свои аккаунты и свои пароли лучше регулярно на слежу, потому что каждый регулярно и с периодичностью какой-то определённой происходит утечки, и, собственно, почта и пароли появляются в этих утечках, и регулярно стоит мониторить свои аккаунты. Вот есть сайт «Have I been found?», он в интернете можно найти, то есть был ли я взломан, и, собственно говоря, если там ваша почта фигурирует, то пароли, связанные с этой почтой, надо вообще поменять абсолютно все. Вторым спикером стал директор Института искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии Дмитрий Чеклин. Тема его доклада «Искусственный интеллект и машинное искусство». Лекция началась с рассказа о зарождении машинного творчества и внедрении его в нашу повседневную жизнь. Совместно со зрителями спикер разобрал принципы работы известных инструментов, их применение в разных областях жизни, преимущества и новые разработки, которые в дальнейшем могут принести как пользу, так и некий вред. Также особое внимание было уделено теме эмоциональности искусственного интеллекта и даже возможности некой шизофрении. Шизофрению машин, я небольшой специалист в области психологии, это когда машина начинает вести себя непредсказуемо по отношению к входным воздействиям. То есть, условно говоря, ты ее просишь нарисовать кошечку, а она тебе рисует там коридор средневекового замка, где виден там кошачий мех на стенах, например. То есть, условно говоря, когда машина находит свои собственные ассоциации по отношению к тем командам, которые созданы, настолько глубоко их переварят, что ее реакция становится непредсказуемой. Эти бои будут проходить непрерывно, то есть по текущим системам класса GPT-4 это урегулировано, потому что они являются не совсем полноценными, а вот по тому GPT-5 и новым системам, которые собираются выпустить тот же самый Nadeo как раз в Зуперберг, ну мы не знаем, мы просто не знаем. В конце выступлений слушатели задали спикерам интересующие их вопросы, в том числе о возможности работать в IT-сфере до поступления в университет, о проблемах в области законодательства при использовании искусственного интеллекта и вероятности возникновения сбоев в работе нейросетей. Все это не просто привлекает внимание, но уже является нашей реальностью, которая с каждым днем претерпевает все больше изменений. Напомним, что остается совсем немного до окончания мультиспортивного турнира. Он завершится уже 3 марта. Поэтому, если ты еще не успел узнать о новейших технологиях, окунуться в виртуальный мир и встретиться с любимыми спортсменами и звездами, у тебя еще есть время. Действуй. Кристина Отекина, Тимур Ахметов, Универ Новости. Сегодня, 27 февраля, стартовал долгожданный онлайн-марафон, посвященный приемной кампании Казанского федерального университета. Представители пяти институтов и одного факультета рассказали о нововведениях, учебном процессе и ответили на вопросы волнующих абитурентов и их родителей. О том, как это было, расскажет Карина Саяхова. Казанский федеральный Достаточно подать документы через портал госуслуг, либо воспользоваться сайтом ВУЗа. Предоставить документы также можно через почтового оператора. У нас в гостях ответственный секретарь приемной комиссии Александр Анатольевич Бибик. Рад приветствовать вас в нашей студии. Добрый день. Ну и, наверное, сразу передадим так вам слово с места в карьер, что называется. Давайте, вам выпадает честь сказать те самые важные слова тем, кто совсем скоро пополнит ряды студентов Казанского федерального университета. Хотелось бы обсудить многие вопросы, которые и в том числе будут сегодня заданы в нашей группе ВКонтакте. То есть, сегодня день такой вводный, потом мы, наверное, соберем вопросы, и завтра уже будем подробно отвечать и освещать какие-то темы, аспекты, которые будут интересны абитуриентам. Основная дата начала приемной кампании, которая должна быть в голове у каждого абитуриента, это 20 июня. Все приемные кампании, в том числе и приемные кампании Казанского федерального университета, стартуют, и все университеты распахивают свои двери для абитуриентов. В первый день марафона были приглашены представители пяти институтов и одного факультета. Первым стал Институт фундаментальной медицины и биологии. Заместитель директора по международной деятельности Альбина Валеева и заместитель директора по воспитательной и социальной работе Екатерина Челимова ответили на традиционные, но волнующие абитуриентов и их родителей вопросы – количество бюджетных мест, территориальное расположение института и порядок поступления. По словам специалистов, в этом году иностранные абитуриенты, подавшие заявление на медицинские направления, не смогут сдавать вступительные экзамены в онлайн-формате, как это было раньше. Сдача экзаменов для них пройдет в установленные дни в стенах КФУ. При этом в Высшую школу биологии есть возможность пройти вступительные испытания дистанционно. Вступительное слово вам. Собственно говоря, расскажите, что из себя представляет Институт фундаментальной медицины и биологии в 2024 году, какие основные есть образовательные программы, ну и почему абитуриентам стоит задуматься о выборе именно вашего подразделения. Слово вам. Здравствуйте, уважаемые абитуриенты, родители. Сегодня мы впервые в такой встрече в течение целого часа. Наш Институт фундаментальной медицины и биологии состоит из двух высших школ. Это Высшая школа биологии и Высшая школа медицины. Является одним из крупных институтов Казанского федерального университета и где-то более 4 тысяч обучающихся. Высшая школа биологии реализует программы магистратуры и бакалавриата по биологии, бета-образованию. Высшая школа медицины реализует программы специалитета. Это лечебное дело, медицинская биохимия, медицинская биофизика, медицинская кибернетика, доучивается фармация и стоматология. А также есть и магистрская программа общественного здоровья и здравоохранения. Кроме института фундаментальной медицины и биологии, сегодня с абитуриентами встретились представители Елабужского института, юридического факультета, химического института имени Бутлерова, института математики и механики имени Лобачевского, института управления, экономики и финансов. Сегодня я смотрел в онлайне часть с представителями институтов. Очень продуктивный день. Коллеги рассказывали очень корректную информацию, предоставляли о институтах. Даже захотелось в какие-то моменты поступить заново. Есть нюансы по поступлению, конечно, о них, наверное, мы более широко и более глобально разберем вопрос. Последний день института фундаментальной медицины следует отметить несколько моментов в части экзаменов по экономическому институту, то есть по Елабужскому нашему институту. Были вопросы, были вопросы по трансляции. Также сегодня скажу, что даже возникла идея открыть наш колл-центр, который мы обычно открываем в преддверии приемной кампании, уже сегодня. Потому что вот этот формат сработал, вернее, даже не сработал на увеличение звонков. То есть сегодня был поток, наверное, X4 от обычного дня. Поэтому вот четыре сотрудника, которые обычно этой работой занимаются, сегодня весь день на телефоне, весь день отвечают на вопросы. Напомним, что трансляция онлайн-марафона «Прием Казанский федеральный» проходит в официальном паблике КФУ на платформе социальной сети ВКонтакте. Там же вы можете задать интересующие вопросы, авторы самых интересных из них по итогам каждого дня получат подарки. Мерч Казанского федерального университета. Уже завтра в эфир выйдут Набережный Челнинский институт, Институт физики, Институт психологии и образования и другие. Карина Саяхова, Николай Осуховский, Универ Новости. Наконец-то, после холодных, мрачных и заснеженных зимних дней, близится долгожданная весна. В это время года происходит множество изменений во всех сферах жизни. Природа начинает просыпаться и оттаивать, а птицы и животные возвращаются к нам. Февраль близится к концу, и мы уже можем слышать звонки щебетаний птиц, которые не только радуют слух, но и напоминают о том, что природа пробуждается от зимнего сна. Возвращение птиц зимовок в теплых местах – это удивительный процесс, который демонстрирует невероятные способности этих созданий и их приспособляемость к изменениям окружающей среды. На пути к местам гнездования многие виды птиц мигрируют через моря, преодолевая долгий путь, наполненный различными трудностями и опасностями. Для перелетных птиц весна, естественно, это очень ответственный период, потому что перелет птиц сопряжен с большими опасностями, с большим количеством рисков, потому как птицы, перелетая с мест, где они зимовали, это не обязательно юг, но это места, где более мягкий климат, соответственно, перелетая на большие расстояния, их, естественно, могут настигать различные опасности, и поэтому перелет, он всегда сопряжен и с большим количеством гибелью погибающих птиц, и это, конечно, очень печально. Но, тем не менее, стремление попасть к себе в родные края, оно берет вверх, и поэтому птицы неизбежно постепенно стремятся попасть именно на те участки, где они, в общем-то, в прошлом году сами вывелись из яиц и вывелись и полетели. В каждом уголке планеты можно встретить большое множество птиц. В зависимости от вида у них отличаются не только внешние признаки окрас, но и пути возвращения обратно на север. Одни проделывают меньшее расстояние и останавливаются на промежуточных пунктах, чтобы отдохнуть и пополнить запасы энергии. Другие готовы лететь без остановок над океаном. Также у птиц отличаются модели поведения, но есть и сходства. В весеннюю пору у большинства происходят одинаковые изменения и совпадают цели. Например, построить гнезда, оставить потомство и защитить его от других животных, которые также пробуждаются и оживляются в это время года. В настоящее время достаточно хорошо изучены механизмы, которые помогают птицам ориентироваться в пространстве. И поэтому, в первую очередь, конечно, это прекрасная память, скажем так, зрительная память у птиц. Плюс к этому, конечно, у птиц существует в первую очередь, конечно, это внутренний магнит. Дело в том, что мы с вами понятие магнит понимаем как некая стрелочка, которая, скажем так, при соответствующих условиях показывает нас север-юг и так далее, связанная с магнитополем Земли. Вот примерно то же самое есть и у птиц, но этот механизм заложен в виде очень тонкого, скажем так, воспринимающего органа внутри мозга у птиц. Ну и, конечно, многие птицы, это тоже известный факт, ориентируются еще и на звезды. Весно не только возвращаются птицы, оживает природа и улучшается погода, но и повышается настроение людей. Удлинение светового дня и потепление вызывают в организме физиологические изменения. Повышается уровень серотонина, улучшается самочувствие, меняется восприятие цветов. Многие отмечают улучшение настроения, прилив энергии и увеличение мотивации. Но бывает и противоположный эффект – обострение хронических заболеваний, а в связи с аномальными осадками и затоплением улиц города. В любом случае, изменения – это как минимум интересно. Резида Каримова, Александр Антонов, Универ Новости. На этом все. В студии была Лилия Мухамединова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова